Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу предложить вам идеи заготовок полуфабрикатов на месяц для заморозки. Уверяю вас это очень удобно, особенно если вы работающая мама, либо у вас просто нет времени, ну или просто муж захотел котлет, а вы сегодня как-то не в ударе, поэтому заготовка это именно для вас. Также заготовка позволит сделать наш рацион более разнообразным, а продукты которые мы будем использовать для ее приготовления расходуются более эффективно. Ну и естественно это поможет нам сэкономить на бюджете. Возможно ничего я такого экзотического в этом видео не предложу, но готовлю то что нравится всем нашей семье и возможно вы возьмете что-нибудь себе на заметку. Желаю вам приятного просмотра! Начинаю с заготовки с курицы. У меня 4 тушки весом по 2 килограмма каждая. Хочу показать вам как я их разделываю. Начинаю с отрезания крыльев. Для разделывания я использую обычный нож, сильно заточенный. Затем надрезаю в районе сустава, сустав выворачиваю и дальше уже спокойно прохожусь ножом. При разделывании курицы не требуется никаких усердий. Если вы прикладываете силу, значит вы делаете что-то не так. Затем я срезаю кожу. Мы ее нигде не используем, она пойдет собаке на ужин. Филе с грудки срезаю по косточке, оставляя немного мяса. Грудка потом пойдет на суп. Филе грудки буду использовать для приготовления рулетиков. Срезаю кожу со спинки и удаляю хвости корочки. Костный каркас делю на две части. Приступаю к кокорочкам. Тут есть такая подсказка вот такая белая линия и прямо ножиком по ней прохожусь и таким образом легко и просто отделяю голень от бедра. Затем куриное крыло делю на три части. Фаланги мы не используем. Тоже пойдет собаке на ужин. Вот такое получилось количество разделанных частей. А посередине это кожа. Я ее отправлю собачке. А остальное сейчас будем с вами использовать. Тазовую часть курицы я отправила вариться на бульон. Примерно буду варить часа два-три. Для хранения заготовок я буду использовать вот такие зиповские пакеты. Это пакеты Фрекенбок. У них есть разный литраж. И также буду использовать пакеты Икея. Складываю голени в пакет. Это будет у меня заготовка голени в соево-медовом соусе. Здесь я уже сделала маринад. К сожалению, он у меня не снялся. Но я оставлю более подробное описание под видео. И также вы можете наблюдать на экране состав маринада. Затем это все заливаю в пакет. И когда курица будет замораживаться, она в это же время будет и мариноваться. Тщательно все перемешиваю, чтобы маринад равномерно распределился по голени. Такую заготовку я использую для запекания в духовке, либо с картошкой, либо просто как самостоятельное блюдо. Перед каждой заготовкой пакет я обязательно подписываю. Так изначально удобно. Сейчас я буду делать заготовку бедра в соево-медовом горчичном соусе. Также складываю бедра в пакет. Приступаю к заготовке маринада. Это жидкий мед плюс соевый соус и горчицы. Ну и также добавляю соль, перец. Все перемешиваю и заливаю в пакет. Можно непосредственно это все добавлять в сам пакет и таким образом там уже это все перемешивать. Также получается все одинаково вкусно. Дальше идет заготовка. Это крылья в томатном соусе. Крылья я уже предварительно разрезала на части, без фаланги последней. Все добавляю в пакет. Делаю маринад томатная паста. Любой кетчуп. Плюс чеснок. Соль и перец по вкусу. Все перемешиваю и добавляю в пакет. Далее приступаю к приготовлению куриных рулетиков с сыром и с томатом. С куриного филе, которое осталось после разделывания тушек, срезаю тонкие части. Они потом пойдут на приготовление наггетсов. Затем куриное филе накрываю пищевой пленкой и хорошенько их отбиваю с двух сторон. Нарезаю томаты кубиками, либо дольками, кому как удобно. Смешиваю майонез, сушеный чеснок, соль и зелень. Я использовала замороженную. Затем тщательно перемешиваю и обмазываю куриное филе. Сверху выкладываю сыр, томаты и заворачиваю в рулетик, либо конвертик. Для фиксации использую зубочистки. Потом, когда буду их запекать, я зубочистки достану. При запекании я не размораживаю. Я смазываю форму немного растительным маслом. Выкладываю рулетики, ничем сверху не смазываю и отправляю в духовку на 45 минут. Рулетики получаются сочные, нежные, ароматные и выделяется много сока. Его я использую как подливку для гарнира. Сверху рулетики я обмазываю майонезом. После того, как рулетики подмерзли, я убираю их в зип-пакет. Затем я использую готовые полуфабрикаты для следующих заготовок. Эта заготовка у меня крылья в соусе теряки. Здесь я не стала делить куриное крыло на части, потому как у нас бывают гости и некоторые едят вот эту последнюю фалангу. Для соуса мне потребуется чеснок, соус теряки, можно использовать любой, кунжут и соль по вкусу. Следующая заготовка это куриные голени в соусе теряки с добавлением меда. Здесь мне потребуется имбирь, соевый соус, соус теряки, соль, бальзамический уксус и мед. Следующая заготовка это курица в медово-цитрусовой глазури. Для этого мне понадобится полуфабрикат уже готовый. Это филе бедра. Затем два апельсина. Один апельсин я буду использовать для приготовления сока. Перед тем, как выжать сок, я его вот таким способом катаю. Затем разрезаю апельсин и выжимаю сок. Нарезаю апельсин дольками, рублю мелко лук, смешиваю в миске лук, сок, соевый соус, бальзамический уксус, мед, молотый имбирь, сладкая паприка, соль, перец по вкусу, а также я сюда еще добавила чеснок и кокосовое масло. Выливаем маринад в пакет, все хорошо перемешиваем, чтобы наше филе бедра хорошо промариновалось. Выкладываю дольки апельсина в пакет. Потом, когда я буду готовить это блюдо, я не буду его размораживать. Я достану вот эту замороженную массу сразу же на противень и поставлю в духовку на 45 минут 180 градусов. Здесь я показываю, как я ставлю в морозилку две доски для заморозки. Следующая заготовка это куриные наггетсы. Для этого я беру два яйца, вот такую панировочную смесь, покупаю я ее в ленте, порядка 60 рублей она стоит. Смесь я высыпаю в пакет, затем куриное филе обмакиваю в яйце и помещаю в пакет со смесью. И все там тщательно перемешиваю. Затем выкладываю на доску. Наггетсы я запекаю в духовке, либо обжариваю на сковороде, не размораживая. После того, как наггетсы немножко подмерзли в морозилке, я выкладываю их в зип-пакет. Куриный бульон сварился и остыл, я его процеживаю через дуршлаг, затем через мелкое сито, затем разливаю по контейнерам. Бульон получился очень насыщенным, концентрированным, его можно использовать, например, для приготовления соусов, либо для тушения каких-либо блюд и так далее. В холодильнике он может храниться не более двух суток, но я его замораживаю. Дальше я снимаю мясо с костей, я буду его использовать для приготовления паштета. Грибы с ластерями нарезаю на блендере. Обжариваю лук и шампиньоны. Также к грибам я добавила молоко и сливочное масло. Затем отправляю в блендер курицу и грибы с луком. Все это блендерю и выкладываю по контейнеру. И когда приходит время, например, паштета, я достаю и он у меня в холодильнике спокойно размораживается. Куриную грудку без филе также выбираю по пакетам. Ее я использую для приготовления супа, когда я ее отварю, я ее общипываю от мяса и косточку уже выкидываю. Готовое куриное филе я нарезаю кубиками для дальнейшего использования, например, для жульена. Одно куриное филе я использую на одно приготовление жульена. Следующие заготовки будут у меня и свинины. Здесь у меня мякоть свинины на 7400 и мясо на кости 3200. Начинаю с мякоти свинины, убираю все лишнее и нарезаю кусочками, которые пойдут у меня в мясорубку. Полужирные части я нарезаю кубиками, уберу их в пакет, в заморозку и потом буду использовать для приготовления плова. Кусочки я сразу распределяю по пакетам, примерно по 500 грамм и убираю в заморозку. Свинину на косточке нарезаю на эскалопы. Косточка здесь небольшая, а я ее спокойно вырезаю ножом. Затем беру вот такой гранатовый соус, смешиваю его с лимонным соком, с сушеным чесноком и выливаю все в пакет к свинине. Эту заготовку я буду использовать для приготовления ее в мультиварке, также можно ее использовать для приготовления на сковороде. Крупные части свинины на кости я просто заморожу и потом уже что-нибудь придумаю. Из мякоти свинины я готовлю фарш, у меня примерно вышло где-то 3300. И фарш из куриного филе примерно на килограмм 300. Отдельно на мясорубке прокручиваю лук. Далее приступаю к приготовлению заготовки мясные ежики. Здесь я использую чистый свиной фарш, добавляю яйца, соль, перец по вкусу и лук. Все это хорошо перемешиваю. Добавляю заранее отваренный до полуготовности рис и еще раз перемешиваю. Формирую шарики и выкладываю их на доску, на которую предварительно одела пакет. Это нужно для того, чтобы полуфабрикат хорошо отходил, ну и экономим время на мытье посуды. Накрываем пленкой либо пакетом, чтобы не заветривалось и отправляем в морозилку. Затем будем готовить беточки с болгарским перцем. Заливаю батон молоком, даю настояться. Тем временем нарезаю перец кубиками. Затем набухший батон пропускаю через мясорубку. К куриному фаршу добавляю перец, батон и лук. Также обязательно добавляю укроп. Все хорошо перемешиваю и выкладываю на доску. Затем накрываю пленкой и убираю в морозильник. Следующая заготовка это соус болонезе. Я обжариваю лук и морковь на сковороде. После того, как они обжарились, я обжариваю отдельно фарш. И к нему уже потом добавляю готовую смесь лука и морковки. И стараюсь их познакомить. Для этого я использую томатную пасту, сушеный чеснок. Все перемешиваю, добавляю воды и закрываю крышкой. И даю немного потомиться. После того, как болонезе приготовился, я добавляю сразу же укроп. Все перемешиваю и потом, когда остывает, я перекладываю в пакеты. При разморозке вкусовые качества никак не изменяются. Такой соус болонезе можно использовать очень легко. Разморозил в микроволновке, отварил макароны, все перемешал и у тебя уже готовое блюдо. Дальше будем готовить ленивые голубцы. Специальным ножом для шинковки я мелко нарезаю капусту. Заливаю ее кипятком на 10 минут. На мелкой терке тру морковь. Обжариваю до полуготовности морковь с муком. К обжаренным овощам добавляю нашинкованную капусту, уже припущенную. И сверху добавляю свиной фарш. Затем добавляю рис, яйца, сушеный чеснок, соль, перец и хорошо вымешиваю. Формирую голубцы и выкладываю на доску. При запекании в духовке я полью их сметанным соусом. Также из куриного фарша сделаю из заготовки фрикаделек. Смешиваю фарш с набухшим батоном, добавляю соль, паприку и все хорошо перемешиваю. Для формирования фрикаделек я использую форму для льда. Форма снизу силиконовая и нажатием пальца мяско достается из формы. Также можно использовать любую другую форму. Достаточно опустить немножко воду и фрикадельки спокойно выйдут из нее. Следующая заготовка это обычные котлетки из оставшегося фарша для фрикаделек. Потом, когда я буду их использовать, то есть готовить, я их просто обжарю на сковородке, не размораживая. И залью соево-молочным соусом. Остатки фарша я формирую вот такие шайбочки. И потом, когда буду использовать их, я сверху положу начинку, сыр, помидорки, возможно грибы. И сделаю а-ля мясо по-французски. Также я нашинковала морковь, свеклу и грибы. И храню их именно в зип-пакетах, так удобнее. Храню я их в вертикальной морозильной камере. Вообще, вот эти зип-пакеты, они очень удобны. В плане того, что если, например, в простом пакете прилипают овощи, рвутся, то здесь такого нет. Они такие достаточно плотные и они не пропускают запахи. Следующая полезная заготовка это хранение лимона. Обычно в холодильнике лимон как-то быстро затухает. Я приноровилась вот такому способу. Нарезаю ломтиками лимон, укладываю их в контейнер через пекарскую бумагу. Это нужно для того, чтобы когда лимон будет замерзать в морозилке, чтобы между собой он не слипся. И когда лимон немножко замерзнет, я эту бумагу убираю. И уже потом складываю их аккуратно в ряд. Очень удобно пользоваться и лимон остается всегда свежим и чай остывает быстрее. Также хочу предложить вам рецепт ароматного масла. Такое масло очень вкусно использовать для заправки, например, макарон, каши или просто намазать на хлеб. Для этого понадобится любая зелень, которая у вас есть в холодильнике, брикет масла. Все это я блендерю и выкладываю в контейнер. Можно хранить в холодильнике, можно в морозильнике, как вам удобно. Последняя заготовка на сегодня это сырники с кокосовой стружкой и обычные традиционные. Для них я беру творог 5% можно 9% рассыпчатый, добавляю сахар, обязательно ванильный сахар для аромата. Перемешиваю все. Добавляю обязательно сначала яйца, потом перемешиваю слегка и затем прохожусь блендером, разбивая крупные кусочки. Затем добавляю муку и снова перемешиваю. Разделила массу на две части. В одну я уже добавила кокосовую стружку. Если заготовка пойдет в морозильник, тогда можно добавить сухую кокосовую стружку. Если будете сразу же готовить, тогда лучше кокосовую стружку немножко замочить в воде, чтобы она набухла. Затем сырники я катаю таким образом. Я насыпаю муку в тарелку, выкладываю в шарик творожной массы и сверху кружкой большего диаметра начинаю ее лозить по тарелке. Формируя тем самым вот такую аккуратненькую шайбочку и сверху ладошкой я ее делаю плоской. Перед приготовлением сырников я их не размораживаю. Сразу выкладываю их на горячую сковороду, обжариваю с двух сторон и потом на совсем медленном огне довожу до готовности. Буквально у меня занимает времени, ну, наверное, от силы 10 минут. На мой взгляд, сырники после заморозки более сочные и нежные. Вот такая заготовка у меня получилась в морозилку на месяц. Стол примерно размерами метр шестьдесят на девяносто. И вот еще осталось немного места. Если было бы морозилка у меня чуть больше, я бы, наверное, еще побольше бы сделала. Давайте вспомним, что у меня здесь есть. Здесь есть куриное филе, нарезанное кубиками для жульена, ароматное масло, паштеты. У меня тут остался соус, я его тоже решила заморозить. Затем крылья в томатно-чесночном соусе, крылья терияки. Также куриные бедра в соево-горчично-медовом соусе. Ну и ножки в соево-медовом заливке. И также голени в соусе терияки. Свинина для приготовления в мультиварке. Здесь у меня фрикадельки. Тут нарезанная свинина кусочками. Дальше куриные рулетики с сыром и с томатами. Шайбочки для приготовления а-ля мяса по-французски. Туповой набор, четыре штуки, буду варить суп. Затем просто эскалопы, нарезанные на косточки. Далее курица замаринована в апельсиновом соке. Также здесь у меня сырники с кокосовой стружкой и просто сырники классические. Дальше заготовка свеклы, заготовка шампиньонов и заготовка моркови. Дальше соус болонезе. Затем любимые детьми наггетсы. Опять здесь свинина нарезанная кусочками. Котлетки для обжаривания на сковородке и мясные ежики. Такой заготовкой я освободила себя от готовки на месяц, а даже, я думаю, и больше. Потому что здесь один пакет это один день. Я думаю, что месяца полтора мне точно хватит расслабиться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, я вас замотивировала. Мое видео было для вас полезно. Если это так, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Я буду рада вашим комментариям, лайкам и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok